Девушки отдыхают Вооружение российской БМП-3 вызывало одновременно восхищение и скепсис у арабских специалистов Еще бы, совместить в одном боевом модуле скорострельную 30-мм пушку и мощное 100-мм орудие без снижения их боевых характеристик казалось невозможным Откуда им было знать, что Василию Грязеву, создавшему эти образцы, не впервой сталкиваться с неразвешимыми задачами? Лучше нет ничего на свете, как проектировать скорострельное оружие, стреляющее 50-100-170 выстрелов в секунду Увлекательное дело Первый же фугасный снаряд, выпущенный с дистанции в 2,5 километра, не оставил ни одной целой мишени Затем из того же 100-мм орудия были произведены выстрелы двумя управляемыми снарядами Аркан Точность была такой, что вместо двух дыров в мишени оказалась одна Следом на ходу из скорострельной 30-мм пушки стрелок поразил 15 мишеней из 18 Это был триумф российской оружейной школы и в первую очередь удивительного конструктора Василия Грязева Если вы увидите оружие в руках спецназовца или скорострельную пушку на любой технике от корабля до самолета Не спрашивайте, кто их автор Все это оружие сделано под руководством Василия Грязева Вместе со своим другом и соратником Аркадием Шапуновым он сдал на вооружение 38 образцов оружия и боеприпасов, превосходящих лучшие зарубежные аналоги Конструкторский гений может проявляться даже в мелочах Вот это пистолет-пулемет ПП-2000, который уже сегодня поступает на вооружение МВД Он тоже создан под руководством Василия Петровича Грязева Это самый легкий пистолет-пулемет в мире, он весит всего полтора килограмма При этом способен пробить любой бронежилет Специальная планка позволяет устанавливать на него прицелы любого типа При этом пистолет-пулемет может перезаряжать как левша, так и правша И еще одна небольшая деталь В качестве приклада ПП-2000 позволяет использовать запасной магазин Несмотря на широкую известность в научной среде, более полувека никто не знал, как он выглядит А его фамилия скрывалась за короткой аббревиатурой ГШ Сегодня мы расскажем о судьбе гения стрелково-пушечного вооружения Выдающегося российского вооруженника Василия Грязева 1 января 1945 года Нидерланды Эйнтховен Аэродром британских королевских ВВС Около пяти часов утра в небе появились белоснежные линии Сегодня каждый школьник сразу узнал бы инверсионные следы реактивных самолетов Но британские часовые не обратили на них никакого внимания Поэтому атака немецких реактивных МЕ-262 Штурмфогеля Застала спящий аэродром врасплох Началось настоящее побоище Запоздалый огонь зениток был бесполезен против стремительно носившихся над землей МЕ-262 Уничтожив 50 английских самолетов Немецкие Штурмфогели без потерь возвратились на базу Эта операция убедительно показала, что дни поршневой авиации сочтены Но для развития реактивных машин нужно было устранить недостатки вооружения Связанные с низкой скорострельностью пушек того времени Бой в воздухе очень скоротечный Но главное, что он идет на очень высоких скоростях полета И поэтому темп играет решающие значения Чем выше темп, всегда так было, тем авиационная пушка совершеннее Беда только в том, что не всегда можно достаточно высокий темп организовать в пушке В том же 1945 году в Туле окончил школу Василий Грязев Которому суждено было создать самые совершенные пушки 20 века Я скажу, в мировой истории не было таких равных ему Именно вот это по широте взглядов, по охвату Жизнь словно чистый лист бумаги Каждому человеку дается шанс вычертить на нем свою судьбу Василий Грязев воспользовался своим шансом в полной мере Хотя первые линии были не слишком прямы Мама Васи Ксения Грязева умерла в 1931 году, когда ему было 3 года Отец Петр Грязев скончался во время войны в 1944 году на руках 15-летнего сына Он из каких-то там забора, из досок сколачивает гроб Везет на санках отца в Ваныкинскую больницу У нас здесь есть больница, такая имени Ваныкина Там получает справку, везет его на кладбище, копает могилу и хоронит отца Родственников никого нет, денег нет, ничего нет и так далее Оставшись без родителей, Вася Грязев хлебнул их На детских фотографиях он всегда был одет хуже других И невероятно худ Один раз я пришел к нему, это было лет 15-20 назад И что-то начал ему жаловаться И он такой посмотрел на меня, я так посмотрел, так серьезно И говорит, это ты жалуешься мне? И я сразу понял, да действительно, что это я совсем Детство нищего человека и без родителей Но даже голод и нищета не могли остановить любопытных мальчишек Особенно если речь шла об оружии, которое война щедро разбросала вокруг Вася Грязев прославился в округе тем, что мог с легкостью разобраться в любом образце В этом проявилась его удивительная способность видеть даже самую сложную конструкцию объемно В деталях, что позже так восхищало его коллег-оружейников Вообще он рисовал всегда только детали Он не рисовал общий вид с последующей деталировкой А он сразу давал нам в производство чертежи деталей Я не помню случая, что эти детали приходилось выбросить как негодные К концу войны у Василия Грязева скопился приличный арсенал У меня, например, на вооружении был пистолет ТТ Пистолет ТК Тула-Коровин 635 Парабеллум Револьвер Наган Маузер 635 Третий номер немецкий Русская трехлинейная винтовка В нашем доме была всегда канонада Она нас выдавала с головой Поэтому часто ходили стрелять в бомбоубежище Имея перед глазами подобные примеры Трудно было удержаться, чтобы не создать оружие самому В военные годы почти каждый мальчишка знал, как изготовить примитивный пистолет Его называли поджига К деревянной ручке прилаживалась трубка с расплющенным концом Внутрь засыпался порох Вставлялся самодельный пыш, затем дробь или рубленные гвозди И вновь пыш Затем порох через отверстие в конце трубки поджигался И происходил выстрел Вася Грязев от примитивных конструкций быстро перешел к более сложным образцам В своем кабинете он всю жизнь хранил вот этот затвор от созданного им ружья Даже по сегодняшним меркам эта сложная деталь сделана необычно грамотно А ведь тогда ему было всего 16 лет После окончания школы у Василия Грязева не было сомнений, где учиться Тульский механический институт, факультет автоматического оружия После его окончания в 1951 году Василий Грязев был направлен в Климовск Этого подмосковного городка не было ни на одной карте Он располагался возле платформы 48-й километр Которая и сегодня называется все так же безлико «Весенняя» В 1944 году в обстановке строгой секретности Здесь был создан Институт стрелково-пушечного вооружения авиации Ныне ЦНИ-точмаш В Климовск Василий Грязев приехал не один, а с невестой Лидой Скопинцевой, учившейся на патронно-гильзовом отделении в Тульском институте Через год они поженились Свадьба была предельно простой На электричке доехали до Подольска, где были сделаны отметки в паспортах Никаких кортежей и обильных застольй Но крепкому браку и личному счастью это не помешало Он всегда говорил, что вот мама Это вот тыл надежный и преданный И вот только благодаря ей я стал таким вот человеком У Четы Грязевых родятся два сына Старший Борис пойдет по стопам отца И станет конструктором-оружейником Младший Михаил возглавит Тульский институт Которым учились его родители Нам не надо было говорить, что нам надо делать Не надо было поучать Мы всю жизнь впитывали все по премьеру Ну, премьер первый, самый основной, самый, который был Это беззаветное служение долгу, беззаветное служение Родины Это было всегда, всюду и пронизано всем Работал Василий Грязев действительно много Первые 15 лет в ЦНИ Точмаш он ни разу не был в отпуске 12 декабря 1971 года Индия, авиабаза Джамнагар В 14 часов в посты наблюдения обнаружили два пакистанских самолета Ф-104 Starfighter американского производства По тревоге были подняты два индийских МиГ-21ФЛ Пилот ведущего истребителя капитан Сони Увидел противника совсем близко Применять ракеты было поздно И перевел переключатель на пушечный огонь Два ствола пушки ГШ-23 развивали темп 3,5 тысячи выстрелов в минуту При такой скорострельности Очередь словно превращалась в один луч Казалось, он лишь слегка задел пакистанский Starfighter Но тот тут же взорвался Так состоялось боевое крещение Первой принятой на вооружение Скорострельной пушки Василия Грязева и Аркадия Шипунова Творческий тандем, скрытый за литерами ГШ Родился в далеком 1951 году Тогда был объявлен конкурс на разработку Скорострельной пушки для стратегических бомбардировщиков Один из выдающихся советских конструкторов Арон Рихтер взял за основу Револьверную схему При которой патронники Вращались вокруг единственного ствола Заряжание барабана Производилось параллельно с выстрелом Что позволяло поднять Скорострельность до 2,5 тысяч выстрелов в минуту Вроде внешне Это очень хорошо Но мы поняли, что Главная проблема Это обтюрация стыка между стволом и барабаном Снаряд должен пройти через место стыка без повреждений И потом прогнать весь боекомплект через один ствол Это сегодня, к словам академика Аркадия Шипунова Прислушивается все без исключения А в 1951 году Критика в адрес патриарха советской пушечной школы Риктера Из уст вчерашнего студента Казалась крамолой Более того, Аркадий Шипунов Позволил себе предложить другой способ повышения темпа стрельбы В классических скорострельных пушках происходит четыре главных операции Досылание патрона, запирание канала ствола, отпирание и экстракция гильзы Скорострельность тем выше, чем быстрее производится этот цикл Но бесконечно укорачивать его невозможно Детали начинают соударяться с такой силой, что разрушаются Аркадий Шипунов предложил избавиться от соударений С помощью кривошипно-шатунного механизма Отдаленно напоминающего паровозный привод В начале движения снаряд плавно извлекался из ленты Затем ускорялся до огромных скоростей И вновь замедлялся в момент захода в патронник Для реализации замысла Блестящему теоретику нужен был конструктор-практик Способный воплотить эти идеи в металле И мне дал совет наш секретарь комитета комсомола Такой Юра Тоборко Говорит, слушай, там приехал Грязев Василий из института Вам надо обязательно познакомиться Ну, я внял этим словам Я подошел, заглянул у него через плечо на Кульман И увидел, что он рисует пистолет Значит, ну, язвительность моего характера сыграла Я говорю, Василий, что-то он похож на намбу В то время это был японский пистолет Он говорит, да Я говорю, ну, а чего уж тогда ты его рисуешь Он говорит, ну, а чем заняться-то? Я говорю, как чем? Давай сделаем хорошую авиационную скорострельную пушку И он, буквально не раздумая, говорит, давай Вот так, без раздумий, Василий Грязев Грязевший разработкой пистолетов и автоматов Стал создавать пушки Вскоре Аркадий Шипунов понял Что судьба свела его не просто с выдающимся конструктором Но и с близким по духу человеком Мы были бездомные с ним Родители у него ушли и у меня Поэтому как бы вот дружба с Василием Петровичем Она нам компенсировала И мы чувствовали себя вот действительно братьями так по жизни Но с первой пушкой ТКБ-513 Молодых конструкторов постигла неудача Механизм на основе безударной схемы действовал безукоризненно Выдавая темп 2000 выстрелов в минуту Рекордный результат для пушек с одноканальной схемой зарядки Но ствол не выдерживал мощной тепловой нагрузки Поэтому в 1954 году Василий Грязев Начал разрабатывать двуствольную пушку Расчеты показывали, что это позволит не только в разы поднять скорострельность Но и решить проблему перегрева Поначалу Аркадий Шипунов сомневался в успехе Каждый ствол в любой пушке, в том числе одноствольный Он бьет свою точку Когда два ствола, значит один бьет туда, другой С сильным отклонением Однако Грязев сумел убедить Шипунова Проблему точности удалось решить просто Стволы немного изогнули Работа механизма ГШ-23, как и на ТКБ-513 Основывалась на безударной схеме В 1958 году начались летные испытания новой пушки Но именно в это время советское правительство В связи с убеждением в приоритете ракетного вооружения Сократило объем опытно-конструкторских работ по артиллерии Под этот молох попала и ГШ-23 Сильно мы опечалились И как-то зашли в партком института А тогда секретарем парткома был Пестов Василий Серафимович У него было определенное формальное мышление Он говорит, по какому решению эта пушка делается Мы говорим, решение ЦК и Саумина Это важно А решение есть о закрытии? Мы говорим, нет, это вот явочном порядке Мы будем бороться В 1965 году ГШ-23 была принята на вооружение Став самой массовой пушкой советской авиации Вплоть до середины 80-х годов Она устанавливалась как на истребителях МиГ-21, МиГ-23 Так и на бомбардировщиках Ту-22М Но сдавать на вооружение ГШ-23 Василию Грязеву пришлось уже одному В 1962 году Аркадий Шипунов уехал из Климовска в Тулу Чтобы возглавить КБ приборостроения Переходившего на выпуск высокоточного ракетного оружия Василию Петровичу я предложил Говорю, Вась, давай вместе перекинемся на ракетную технику И наворочим тут еще больше, чем на пушках Ну, Василий Петрович так Сказал, говорит, а кто будет это поле обслуживать Давай так, я остаюсь на пушках И вот с этого момента наши пути несколько разделились Однако, несмотря на разлуку Дружба и творческий союз Василия Грязева и Аркадия Шипунова продолжились Именно поэтому пушки, разработанные ЦНИ и ТОЧМАШ под руководством Василия Петровича По-прежнему носили литеры ГШ В эти годы он приступил к созданию Невиданных по скорострельности орудий С поворотным блоком стволов История многоствольных пушек Наглядная демонстрация развития по спирали Впервые подобную систему Приглажил американец Ричард Гатлинг Еще в 1862 году Стрелок с помощью рукоятки Вращал блок из нескольких стволов Скорострельность ограничивалась только физической силой стрелка И достигала 500 выстрелов в минуту Картечницы Гатлинга широко использовались Вплоть до начала 20 века В том числе и в России Но с появлением пулеметов Использующих силу отдачи выстрела Казалось, были позабыты Но американцы вспомнили о них Столкнувшись во время Второй мировой войны С необходимостью резкого повышения скорострельности Дело в том, что многоствольных орудиях В одно и то же время Стволы находятся в разных фазах Производства выстрела Пока в одних патрон извлекается из ленты В других происходит досылание И запирание патронника В следующих производится выстрел И экстрация гельзы В США проект по созданию Современной 20-миллиметровой пушки На основе схемы Гатлинга Получил шифр вулкан Спираль совершила оборот В середине 50-х годов Статья об американской разработке Попалась на глаза Аркадию Шипунову И Василию Грязеву Которые немедленно приступили К созданию шестиствольных пушек Для флота и авиации Но на совершенно оригинальной основе Они сразу же отказались от электропривода Который использовали американцы Чтобы получить такой же темп, как у нас Надо 120 киловатт Это уже, извините, электростанция А у нас она работает сама по себе Между вращающимися стволами Пушки Грязева и Шипунова Располагался поршень Через газоотводные отверстия в стволах Пороховой газ поступал в цилиндр Заставляя поршень двигаться Все тот же кривошипно-шатунный привод Преобразовывал прямолинейные движения В круговое И заставлял механизм пушки работать Пушка развивала темп В 6000 выстрелов в минуту То есть 100 снарядов в секунду Настоящий стальной ливень Однажды в 1962 году На полигон под Ленинградом Приехала комиссия во главе С контр-адмиралом Николаем Елагиным ЗВОНОК В ДВЕРЬ Внимание, докторею Проводятся опасные работы Со средьми мерок Всем за эти укрытия Звукрытия не уходим ЗВОНОК В ДВЕРЬ Значит, над пушкой вспыхнуло Ярко-зеленое Ось лепительное Люминесцентное Ось лепительное Я такого пламени Никогда не видел Через мгновение Свечение исчезло И пушка была окутана Огромными клубами Абсолютно Черного дыма А еще через мгновение На землю со скрежетом Грохнулась куча гильз Ну, минут пять Было абсолютное молчание Вот первым Заговорил адмирал Не знаю я Как вражеские Матросы А мои Навалят в штаны Шестиствольная пушка ГШ-6-30К То есть корабельная Была принята на вооружение Флота в 1964 году Она значительно превзошла Американский вулкан По могуществу боеприпаса И экономичности Однажды на испытании Очередь ГШ-6-30 Словно гигантскими ножницами Разрезала корабль-мишель После этого случая Среди моряков Шестистволка получила Характерные прозвища Металлорезка И даже механический лазер Высокая скорострельность Позволила использовать пушку Для защиты кораблей Не только от самолетов и вертолетов Но и от самого опасного И современного оружия Противокорабельных ракет Шестиствольные 30-миллиметровые пушки Грязева и Шипунова Входят в состав Зенитных комплексов Ближнего радиуса защиты Большинства отечественных кораблей Так, например, сразу 8 Таких установок Каштан-М Находятся на флагмане Военно-морских сил России Тяжелом авианесущем крейсере Адмирал флота Кузнецов Это единственный в мире комплекс Соединивший в себе мощнейшее Артиллерийское и зенитное вооружение А также радиолокационно-оптическую Систему управления огнем Только один боевой модуль комплекса Каштан может одновременно Обстреливать сразу 4 воздушных цели В 1966 году После того, как советское правительство Наконец отменило запрет На разработку артиллерийских систем Аркадий Шипунов Уговорил Грязева Переехать в Тулу И стать его заместителем По стрелково-пушечному вооружению Когда радость от встречи Несколько улеглась Друзья поняли Сколь тяжелую ношу Они взвалили на себя Ну, конечно, мы недооценили Потому что, ну, конструктора пушкари разбрелись Во-вторых, не было опытного производства Ориентированного на пушки Все переключились на ракеты Возрождение пушечного направления Произошло как нельзя вовремя В середине 60-х годов Военные доктрины США и Советского Союза Кардинально изменились Пришло осознание последствий ядерной войны Поэтому перед армией была поставлена задача Побеждать врага только с помощью обычных средств Так что работу Василия Грязева и Аркадия Жигунова Невозможно переоценить Они обосновали переход всех видов вооруженных сил На единый для скорострельных пушек 30-ти миллиметровый боеприпас В качестве переходного Советской армии продолжали использовать 23-ти трехмиллиметровый патрон Таким образом Вместо семи типов боеприпасов Существовавших ранее Осталось только два Что позволило получить огромную экономию Нельзя понимать Василия Петровича Грязева Как разработчика Одной, другой, третьей, четвертой пушки Это мы тогда допустим Большую ошибку То есть вот нам удалось Выработать Системный подход И мы обосновали Какая система должна быть Использование единого снаряда Послужило основой для создания Унифицированной системы пушечного вооружения Для всех видов советских вооруженных сил Так, например, варианты одной и той же Двуствольной 30-ти миллиметровой пушки Используются как в авиации На штурмовиках Су-25 И ударных вертолетах Ми-24П Так и в сухопутных войсках На комплексе Тунгуска Поиск, обнаружение, опознавание И сопровождение цели Осуществляется автоматически Автоматически С самой установкой И в автоматическом режиме Установка способна обстреливать цель Зенитными автоматами Ну, участие расчета Заключается лишь в том Что они берут цель На автоматическое сопровождение И ведут стрельбу Еще один пример унификации Шестиствольные пушки Помимо корабельных Под руководством Василия Грязева Были разработаны Несколько типов авиационных пушек В том числе Рекордсменка по темпу стрельбы ГШ-623 Эта пушка ГШ-623 В калибре 23 мм Вот под такой патрон Она как раз реализовывает Темп стрельбы Самый максимальный Из всего артиллерийского оружия Малых калибров в мире Темп стрельбы этой пушки 10 тысяч выстрелов в минуту Сейчас вы впервые увидите Уникальные кадры Испытаний этой пушки-рекордсменки Конечно, не рекорды были целью Которой стремился Василий Грязев А решение задач Стоящих перед армией В середине 70-х годов Под его руководством Была разработана пушка 2А42 Она не имела Сверхвысокого темпа стрельбы Как ГШ-623 Но стала настоящей легендой 23 сентября 1984 года Афганистан Дорога Спинбульдак-Кандагар Бронегруппа номер 310 Батальона спецназа ГРУ Выйдя из-за поворота Буквально натолкнулась на грузовик с маджахедами В тот же момент Из пересохшего русла реки По колонне Ударили автоматы и гранатометы Командирская БМП-2 Ответила очередями из автоматической пушки Попасть под ее огонь На открытой местности Верная смерть Скорострельность орудия Как у пулемета Оно стреляет 30-мм бронебойными снарядами Которые пробивают не только грузовик Но и любую бронемашину Хватает 3-4 выстрела, например, по БМП Если точно попадание, то все уже Щелчок тумблером И вместо ленты с бронебойными Начинается подача осколочно-фугасных боеприпасов Каждый такой снаряд При взрыве образует около 300 осколков Оставшиеся в живых маджахеды Рассказали, что нападение Осуществляла одна из групп отряда Черные аисты Усами Бен Ладена Будущего террориста номер один Именно благодаря скорострельной пушке БМП-2 Стала, по мнению большинства участников войны в Афганистане Лучшей боевой машиной огневой поддержки Боекомплект у пушки 500 снарядов ОФЗ и БТ Предназначена для поражения Легкобронированных целей И низколетящих объектов Невероятным кажется тот факт Что в результате Предложенной конструкторами унификации Пушка с БМП-2 Устанавливается и на современных Ударных вертолетах Черная акула И ночной охотник Это высота 10-15 метров над землей По огибающей рельефа Вот мы вышли на предельно малую высоте Вроде уже развернулись на 90 градусов А пушка все время поворачивается вправо И продолжает стрелять Это такое впечатление получаешь Это работает по мощи, как кировец Паша Казалось, что неразрешимых задач для Василия Грязева Просто не существует В середине 70-х годов Ему поручили создать пушку Для истребителей четвертого поколения МиГ-29 и Су-27 Бросил из глаза, что скорострельность пушки В два раза меньше Чем на предыдущем самолете МиГ-23 И сразу закралось сомнение Для чего ее поставили? Для того, чтобы просто поставить Сказать, что у нас есть пушка Или что-то там скрыто другое Так вот, на учениях на высоте 10 тысяч метров Это считается большая высота Для использования пушечного вооружения По малоразмерной мишени У которой по существу есть только крыло И двигатель, больше ничего С первой атаки сбивалась мишень И на нее тратилось всего 5 снарядов Пушка ГШ-301, созданная под руководством Василия Грязева Действительно удивительное оружие Мало кто знает, что своим появлением Она обязана коньяку В начале 70-х годов Василий Грязев заключил пари На ящик коньяка С начальником управления Министерства оборонной промышленности Альбертом Половневым О том, что ему удастся создать 30-ти миллиметровую скорострельную пушку Легче 45 килограммов И Василию Петровичу удалось невозможное Он выиграл целый ящик армянского коньяка Вот это и есть знаменитая ГШ-301 Ее вес всего 44 килограмма Поговаривали, что это предельный вес балерины Неудивительно, что пушка получила название балеринка Но несмотря на столь легкомысленное прозвище ГШ-301 – грозное оружие Стреляющее мощными 30-ти миллиметровыми снарядами С темпом стрельбы полторы тысячи выстрелов в минуту В 1984 году Василий Грязев был удостоен звания Героя социалистического труда К тому времени он был одним из самых заслуженных Советских конструкторов У него две государственные и три престижных премии имени Мосина Для того, чтобы проявился талантливый человек В какой-то области Это должно быть востребовано обществом Или государством хотя бы Однако в 90-х годах прошлого столетия Жизнь в стране кардинально изменилась Миническая армия перестала заказывать оружие И тогда мы, обсуждая этот вопрос Пришли к выводу Что весьма перспективным является Создание оружия для антитеррора Новое направление пришлось возглавить Василию Грязеву Позже многие заговорили о том, что совершилась его юношеская мечта Создавать стрелковое оружие Но на самом деле Василию Петровичу По сути предлагалось на седьмом десятке Начать все заново Автоматические пушки Это гораздо более высокого ранга задача То, что стрелковое оружие Начинал он не без труда И я бы сказал Может даже с некоторой неохотой То есть вроде бы Получается снижение В ранге Вот Но потом, как говорится, пришла любовь И Вот как вторая жена Василий Грязев Сумел применить к конструированию стрелково-гранатометного вооружения Тот же системный подход Что и к скорострельным пушкам Все образцы Максимально унифицированы и просты в изготовлении Его умению на практике Применять современные технологии и материалы Могут позавидовать самые продвинутые молодые конструкторы Например, в пистолете ГШ-18 Главная опорная деталь сделана из пластика Благодаря этому он весит всего 500 грамм В два с половиной раза легче знаменитого Макарова Татошность Василия Петровича вошла в историю Когда создавался ГШ-18 Он вырезал из дерева рукоятку пистолета Которую давал своим коллегам Чтобы понять, насколько удобно ее держать Зато, по мнению большинства специалистов ГШ-18 имеет наилучшие характеристики по эргономике Василий Петрович хорошо понимал От того, насколько удобно ложится пистолет в руку Зависит точность стрельбы А значит, реальные боевые характеристики оружия Несмотря на меньший вес и более мощный патрон Отдача у ГШ-18 практически не ощущается По крайней мере, она намного меньше, чем у пистолета Макарова Осенью 2006 года скончалась жена Василия Грязева, Лидия Это был тяжелый удар Но Василий Петрович продолжал работать Я как-то просыпаюсь утро Смотрю свет из двери Вот, я открываю, смотрю, он сидит И на кальке чертит у него Кульман стоит, чертит какие-то деталехи Он чертит, прям калька летит В 2008 году, через два года после смерти жены Василий Петрович отметил свой 80-летний юбилей Как всегда, он был полон энергии и сил Но вскоре он тяжело заболел 1 октября 2008 года Героя социалистического труда Доктора технических наук Действительного члена Академии ракетных и артиллерийских наук Главного конструктора по стрелково-пушечному вооружению Тульского КБП Василия Грязева Ближе для меня не было человека Поэтому, конечно, потери большие А что касается дел оружейных, тем, чем он занимался Это, конечно, тоже большая потеря Я бы сказал, невосполнимая Василий Грязев прожил жизнь Такую же красивую и изящную Как созданное им оружие Он сумел своим жизненным примером Своей жизнью показать Как красиво может жить и работать Русский человек на русской земле Он навсегда останется в памяти людей Как величайший конструктор и гражданин России 2005 год Австралия Артиллерийский полигон Вы видите испытание новой многоствольной системы Metal Storm С темпом стрельбы миллион шестьсот выстрелов в минуту Секрет скорострельности в том Что в каждый ствол закладывается сразу несколько боеприпасов один за другим Такие системы планируется использовать для противоракетной защиты кораблей А также в качестве авиационного, штурмового и личного оружия В США разработка таких видов стрелково-пушечного вооружения Включена в перечень перспективных образцов по программе Боевые системы будущего Сегодня ведущие мировые державы уделяют развитию скорострельных пушек И специального стрелкового оружия особое внимание И в этой новой скрытой конструкторской гонке Смерть Василия Грязева невосполнимая утрата Но он оставил нам не только образцы вооружения Василий Петрович создал конструкторскую школу И научную систему проектирования стрелково-пушечного вооружения Именно она станет основой для дальнейшего развития этих видов оружия Которые еще долго будут обеспечивать обороноспособность России Субтитры создавал DimaTorzok